Экономический календарь В отчете предыдущей встречи британский регулятор также не предпринял никаких срагов. Ставка и программа покупки бондов сохранили прежние значения. Последний раз программа покупки была увеличена в июле 2012 года, а учетная ставка не менялась с марта 2009. В августе прошлого года Центробанк заявил, что повышение ставок будет обсуждаться только после достижения безработицы уровня в 7%. Текущий показатель составляет 7,2%. Однако Центробанк уверенно заявляет, что ставка рефинансирования сохранится как минимум до второй четверти 2015 года. Сразу после заявления Банка Англии будет опубликовано решение Европейского центрального банка. Ожидается, что ключевая ставка ЕЦБ сохранится на уровне 0,25%. Ранее европейский регулятор принял такое же решение. Последний раз ставка рефинансирования понижалась в ноябре 2013 года. На плановой пресс-конференции Марио Драги снова упомянул, что ставки будут снижены при необходимости. В частности, депозитная ставка может упасть до отрицательных значений. Впрочем, скорее всего, денежное стимулирование будет сохранено, и ставки будут долго находиться на текущих уровнях. Угрозу дефляции регулятор не признает, но держит руку на пульсе в вопросе инфляционного давления. Напомним, что в последнее время регион борется с замедлением темпов роста цен. Так, уровень инфляции остается значительно ниже цели ЕЦБ, находящейся на уровнях чуть ниже 2%. В пятницу Канада выпустит доклад по ситуации на рынке труда. Аналитики прогнозируют, что безработица составит 6,9%, а занятость вырастет на 14 900 рабочих мест в апреле. Месяцем ранее уровень безработицы в Канаде снизился против предыдущего месяца на 0,1%, до 6,9%. При этом экономисты не прогнозировали изменения уровня безработицы в стране. В то же время занятость увеличилась на 43 000 при прогнозе роста на 22 500. В основном рост наблюдался среди молодежи. Кроме того, рынки будут корректировать свои движения после выхода следующих событий. Так, в четверг в Австралии выйдут отчеты с рынка труда. В Китае будет опубликована сальдо торгового баланса. В Германии обнародуют данные по промпроизводству, а в Швейцарии по уровню инфляции. Соединенные Штаты подсчитают статистику по первичным обращениям по безработице. В пятницу австралийский Центробанк объявит о курсе денежно-кредитной политики на текущий квартал, а КНР подготовит данные по инфляции. В Великобритании выйдет изменение внешнеторгового баланса и промышленного производства. В субботу выступит встреча член Федерального комитета по открытым рынкам ФРС Нараяна Качарлакота. На этом у нас все. Всего доброго. До свидания.